Доброе утро! 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 Кстати, вот эта фабрика, она раньше специализировалась, и у нее есть достаточно модели на кожаных диванов, то есть она работает с кожей и работает с кожей давно, а сейчас уже перешли больше на ткани, потому что очень большой выбор можно сделать. Вот, скажем, показали два дивана, но они в разных тканях и уже смотрятся по-другому. А есть, кстати, по поводу, какие-то правила по поводу расположения дивана, то есть, ну, когда-то, я помню, в детстве рассказывали, что подушку надо ложить к окну, там, или еще что-то, мама там говорила, вот, надо кровать так, я всегда хотел себе подвинуть по-другому, но надо так. А есть у дивана какие-то такие правила, там, на север такой частью или нет, или там можно ложить подушку, не можно положить подушку, как удобнее туда и поставила, или все-таки по фэн-шую надо? Как удобно, так и поставили. Но в основном сейчас, видите, там вот было показано, что диваны в основном, ну, очень хорошо, очень удобно, когда ставят посредине комнаты, да. И напротив телевизора. И напротив телевизора, да, это понятное дело. Но если нету возможности поставить, то, конечно, что вот возле стеночки, тогда, может быть, можно сэкономить в данном случае, не делать сзади декоративную, обтягивать тканью, и не делать декоративную сзади его декоративным, вот, потому что его ж можно, опять же, только лицевая сторона, видно? Только лицевая, да. Ну, опять же, если говорить о ценовом уровне, да, то здесь очень важно тоже, вот, с кем вы работаете, какой вы подходите, кому вы подойдете, и как смогут вам подобрать вот эту вот ткань, наполнение диванов, потому что можно сэкономить как? Вот вы заметили, что есть диван на основании, есть подушки. Вот, скажем так, подушки, спинка, это более такие нагруженные части дивана, которые там подвергаются постоянным трениям, мы сидим на нем, а есть основания, то есть можно скомбинировать и предложить заказчику таким образом, что вот там подешевле взять какие-то ткани, да, на вот эти подушки подороже, покрасивее, и тем самым у нас будет и цена, и качество, и как бы все хорошо, и все прекрасно. Ну, а вот старт все-таки, какая средняя цена на самый минимальный, но качественный диван? То есть не говорим сейчас о стилизации разной, а, ну, неважно, какого стиля, но вот... Ну, неважно, какого, скажем, вот этот диван, да, это современный диван, тоже вот этой фабрики, это... есть итальянский аналог, потому что они делают фактически по итальянским моделям, это есть фабрика, это полодиван, ну, скажем так, начальная стоимость, ну, как бы вот так, начиная от 20 тысяч гривен. От 20 тысяч гривен, это качество? Это уже будет качественный, достаточно вот хороший диван. Ну, скажем, это здесь понятно, здесь эко-кожа, вот, и все зависит, вот этот вот рамон, да, вот этот рамон у нас стоит в салоне, он стоит совсем другой, но вот в зависимости от ткани, да, вот нельзя сказать, какому даже стилю его можно... Вот у нас он стоит в таком коричневом бархатистой ткани, я бы сказала, что это был бы ар-деко, да, стиль. Если мы его одели вот в такой, то это какой-то кантри, что-то вот смешанное, да, смешанный стиль. Вот это же тоже диван, тот же рамон, но вот видите, как он меняется в зависимости от ткани. То есть подобрать ткань, это очень важно для дивана, и здесь нужно, если вы не можете сами это сделать, то есть, конечно же, лучше обратиться к специалистам, к дизайнерам, которые... Вот это же он опять этот диван, это один и тот же диван, но вот в разных... Только в разных интерпретациях. Да, и в разных тканях. Опять же, что он этот диван только вот в светлых тонах. Ну, в общем, самое главное в подборе дивана что? Подытожим. Непосредственно покрытие дивана, из чего он будет сделан, какая ткань, кожа или кожезаменитель, или эко-кожа. Стиль, в котором непосредственно находится ваша квартира, и в каком стиле вы хотите купить диван. Ну, от этого и будет зависеть ценовая политика. Ну, и еще наполнение, скажем там, потому что это наполнение, от наполнения, можно сказать, тоже очень... Какой наполнитель тоже, да. Какой наполнитель, то есть это может быть... В основе это идет полимебельный полиуретан, но он покрывается, холофайбер сейчас берут на подушке, пухперо. Вот эта фабрика очень интенсивно использует пухперо, холофайбер сейчас такой вот материал, и это зависит мягкость. От материалов, которые используют, зависит мягкость, долговечность. Вот как проверить тоже вот правильный, качественный диван. Вот вы должны сесть на него, да, вы вот утопились у него, вам комфортно, вам хорошо, у вас поддерживается и спина, и ноги на месте, все. Но вы должны, когда встать с дивана, на диване не должно остаться места вот этого прогиба от дивана, вот это вот качественное наполнение проверяется. То есть вы когда вот его нажимаете, он должен восстановиться. Вот это очень важно. В дешевых диванах, конечно, вы садитесь, потом вы встаете, и вот это вот остается. Ну или более твердые будут дешевые. Или более твердые, да, совершенно верно. Ну и еще один совет напоследок, что если у вас дома собака а-ля Лабрадор, то в принципе ей все равно, какой диван с каким наполнителем и какое покрытие. Она его просто разорвет, поэтому если у вас дома собака, то не обращайте внимания на диван, в каком стиле он у вас будет делать. В общем, у нас в гостях была Людмила Бойко, арт-директор студии Интердизайн, и мы поговорили сегодня, как правильно подобрать диван. Ну, допустим, некоторые подумали, что с их зарплатой лучше всего дивана просто на полу сидеть, смотреть телевизор, кому как. Но на самом деле хороший диван это не только функциональность, это и статус, это и удовольствие дома, вечером посидеть, хорошо отдохнуть. Чем качественнее диван, чем удобнее, тем и вам лучше, тем и вам приятнее находиться на этом диване и принимать гостей. Спасибо большое, доброго вам утра и до скорой встречи. Спасибо вам и вам хорошего утра и дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok